Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики, здравствуйте читатели канала Налоговая Бавайка. Сегодня у нас с вами вторник, 7 часов вечера, город Москва, и передача у нас посвящена, прямой эфир посвящен созданию цифрового двойника человека. Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании Фора Роботикс, Александр Кузнецов, который непосредственно этим и занимается. Все верно? И это у нас продолжение второй передачи, уже вторая передача, да, вначале мы просто рассказываем цифровые двойника. Давайте сейчас напомним нашим слушателям, значит, что такое вообще цифровой двойник и что такое цифровой двойник человека. Ну, цифровой двойник это трехмерная модель, которая наделена определенными физическими свойствами, вот, а непосредственно цифровой двойник человека, но он может подразумевать под собой как бы несколько видов, то есть это непосредственно тело человека. Да, то есть непосредственно тело человека, 3D-модель тела, да, в котором видны там все органы, там, кости и так далее. А с другой стороны это и сознание. Сознание. Мы пока занимаемся только оцифровкой, так сказать, движений человека, то есть это по сути motion capture, то есть захват движений с помощью костюма, но вот эти два пилотных проекта, которые мы делаем, они подразумевают дальнейшее развитие в сторону, ну, более глубокой оцифровки именно тела человека. Слушай, вот такая необычная вещь, да, как оцифровка страшная, вот я сейчас смотрел фантастические фильмы, там, «Матрица», там, «Госпожица Орёвой» смотрел там фильм, да, который рассказывает, что когда нас оцифруют, нам придет, в общем, конец всем. У меня вопрос такой, вот, технический, а сколько времени вообще вот ваша компания занимается направлением цифровой двойник? То есть вообще вот это, вы недавно этим заняты, это вообще, может, уже десятилетием занимаетесь вообще? Ну, уже… И почему решили этим заниматься? Ну, непосредственно цифровыми двойниками обычными, но обычными двойниками уже около трех лет занимаемся, и в основном это крупные предприятия промышленности, вот. На тот момент, да и сейчас это было сложное и довольно перспективное направление, потому что даже создано Министерство по цифровизации, вот. И, собственно, был хороший заказ, мы, правда, не совсем понимали, как его изначально делать, но согласились и там, походу, уже разобрались, вот. И до сих пор вот успешно создаем цифровые двойники. А непосредственно к цифровке человека мы пришли, ну, прошлым летом, то есть, как бы два направления у нас появилось. С одной стороны, на предприятиях мы стали оцифровывать технологические процессы по сборке изделий, и для того, чтобы встроить в этот технологический процесс человека, надо было, собственно, его оцифровать. То есть, считать движение, которое слесарь, например, делает при сборке того или иного объекта, а с другой стороны, есть интересный перспективный заказ. Это оцифровка именно спортсменов, то есть, надо для каждого спортсмена, ну, в частности, там, борцы, то есть, получить, так сказать, копии их движений. И в дальнейшем сравнить одного бороться с другим именно в 3D, не на ринге, а в 3D, и получить какие-то вот результаты. Побороться они могут? Побороться именно, да, именно не в живую, а именно в трехмерном пространстве. И получить какие-то результаты под проект пилотный пока, то есть, не можем сказать, что из этого получится, но если методика такая подтвердится, то, соответственно, любой человек, который с помощью, там, костюма, там, допустим, от 3D-сканера или видеокамер получит свою цифровую копию, да, именно трехмерную из своих движений, то он может, как бы, выставить себя в один ринг в цифровом пространстве именно, вот, там, с каким-то спортсменом. Я думаю, что будут, наверное, олимпийские игры. Олимпийские игры, наверное. Ну, возможно, но еще раз повторюсь, что это пилотные проекты, пилотный проект, вот, конкретно это, по оцифровке именно технологических процессов и людей, участвующих в них, ну, уже не пилотно, но уже, как бы, достаточно успешно. Приятно, да. Слушайте, вот меня, знаете, интересует вопрос, касающийся, вот лично меня, да, то есть, как бы, со спортом я уже старенький пенсионер, а вот, допустим, оцифровка, меня лично интересует, типа, остаться, прожить дольше, то есть, может быть, в таком теле прожить не смогу, а если меня цифровать, то, наверное, я буду жить уже вот эта тема. Но, опять же, как я говорил, то есть, два направления – это тело или разум. То есть, с одной стороны, если мы, допустим, говорим о теле, то, да, если у врача до того, как вы пришли на прием, есть ваша цифровая карта, и он знает там расположение ваших внутренностей и так далее, он может просимулировать любую операцию заранее, исключая в дальнейшем на живом объекте, ну, там, получение каких-то ошибок. С другой стороны, но если развивать именно оцифровку сознания, то, конечно, наверное, не в ближайшем будущем, но в будущем человек бесследно уходить не будет, то есть, накопленный его опыт будет сохраняться в каких-то накопителях данных. То есть, получается, я смогу, условно говоря, поговорить со своим дедушкой, бабушкой, взять у них совет? Ну, наверное, нет, потому что они-то не оцифрованы. Но вот ваши внуки, допустим, если вы оставите свои цифровые мыслеформы, да, запишите где-то, то они, наверное, уже смогут. Значит, мне вот тогда практический вопрос, с чего начинается оцифровка человека, что для этого нужно, помыться надо, да, или что там делать? Да нет, но в наших проектах мы начинаем с трехмерного сканирования человека, то есть, получаем именно его трехмерную копию, потом эту копию мы строим внутри скелет, мышечную систему, и уже в последующем с помощью либо видеокамер, да, либо костюма захвата движения мы придаем этой трехмерной модели движение. Пока мы достигли только, ну, вот такого уровня оцифровки именно у человека. А когда будет осознание? Сознание? Трудно сказать, да, мы делаем шаги, мы заказали, ну, то есть, приобрели нейроинтерфейсы, то есть, пытаемся воздействовать, общаться с компьютером без участия каких-то приборов, ну, в частности, мышки, клавиатура и так далее. И отслеживать, что происходит, собственно, в головном мозге, пока, ну, на те или иные реакции с помощью вот такого прибора. Тогда у меня вопрос тоже, что это такое, что такое вот связь? Ну, у нас есть такой прибор, нейроинтерфейс, вот, то есть, он считывает сигналы из головного мозга. Вот на картинке там есть, как-то показать. Да, ну, на картинке трехмерная модель мозга, и при определенных, например, ему что-то говорят, у него активируются одни участки мозга, когда он что-то говорит, другие, при зрительной какой-то реакции третьи и так далее. То есть, мы можем смотреть, что происходит с различными участками мозга при разных воздействиях. Также этот интерфейс еще может отслеживать мимику, то есть, и движение бровей, и улыбки. И, соответственно, на каждый сигнал, который мозг отправляет, мы можем назначить клавишу. То есть, по сути, мы думаем красный, нажимается там клавиша вперед, думаем там, допустим, желтый, нажимается клавиша назад. И, соответственно, задав такие клавиши, мы можем управлять определенными программами или играми без мыши. Без мыши, без клавиатуры, то есть, непосредственно главным мозгом. Либо улыбаясь, например, мы можем там прыгать. Запрогранировать, да? Прыгать, да. То есть, вот такая система. Это что такое? Это именно датчики, которые считывают сигналы. Их надо пропитать физраствором, электрический сигнал мозга. И они передаются посредством Bluetooth в компьютер и взаимодействуют с компьютером. Недавно, всем известно, Илон Масков, он вживил практически, ну, чип обезьяни, тоже нейроинтерфейс. Да, она теперь тоже без помощи, как бы, внешних устройств может взаимодействовать с компьютером, играет в игры. Вот. То есть, это носимый прибор, а он непосредственно вживил именно в голову обезьяни. Ну, тоже вот двигается, видимо, в этом направлении. По идее, мы можем, так сказать, бухгалтерский учет ввести, что нам мешает, там, запрограммировать, да, там, мемно, дебет, правым глазом, кредит. Да, я думаю, бухгалтерский учет сложнее игр. Умнулся, зарплату выдал. Вполне такое реально, да? А если взгрустнул? Грустнул, значит, штраф, вычет обратно. Налоги заплатил, наверное. Слушайте, вот, то есть, все, представляете, будущее. То есть, вы можете человека цифровать, то есть, я буду там прямо двигаться, ходить, да, как я хочу. Да, это внешнее, но есть же еще внутренние истории, то есть, ну, для этого нужен, конечно, хороший томограф, чтобы получить все внутренности, да, и специальную программу, которая бы вычленила по плотности ткани и превратила бы это тоже в 3D-модели сердца, там, желудка, мышцы и прочих вот историй. Вот, соответственно, ну, а в дальнейшем можно накладывать движение жидкостей, всякие там физические реакции. Или попьем водички, наверное, там все прошло, там все растворилось. Вот, в идеале, конечно, было бы дойти до оцифровки именно ДНК и прочего. Вот, ну, то есть, допустим... Вам дойти или вообще... Нет, ну, у нас пока в планах таких грандиозных нет, но, допустим, тот же ковид, и если сейчас там испытания некоторых лекарств длятся, там, 20-30 лет, то при, там, оцифрованном геноме, да, они бы могли завершаться, ну, за дни, грубо говоря. Показывать все противопоказания для тех или иных людей. Отлично. У меня, знаете, вот вопрос следующий. Раз мы насчет генетики стали с вами разговаривать, я тут насмотрелся перед встречей с вами кучей фильмов, и там написано, что вообще уже, как бы, там, американцы, там, у них куча всяких программ, и за счет вот они какого-то там электронного излучения, да, то есть могут, в принципе, индивидуально влиять на любого человека. То есть они, по-русски говоря, могут мысли свои тебе транслировать, вот, и ты даже не будешь понимать, что такое, что это мысли не твои, а чужие. То есть вообще это, как бы, это реально или нет, как вы считаете, на данный момент, или это фантастика? Ну, я думаю, я думаю, что с помощью технических приборов такое сделать невозможно, но есть же, грубо говоря, у них, что и у нас, у спецслужб, и у них, как бы, целое отдело, которые занимались именно телепатическими всякими способностями. Ну, как показывает практика, там ничего такого сверхъестественного нет, и, по сути, это все выдумки. Ну, по идее, если мы гаджет себе поставим, да, или там какую-то куда-то... Похожую историю рассказывали на то, что биологическое оружие влияет на определенный, там, вид людей, то есть на определенную расу выборочно, то есть на европейцев не влияет, а на азиатов, допустим, влияет. Это же тоже все мистика, выдумки. Значит, давайте, кто у вас заказывает в России, да, оцифровку человека? То есть кто ваши заказчики являются? Ну, заказчики, от которых мы, грубо говоря, которые действительно платят нам деньги, это в основном, на данный момент, это предприятия промышленности. То есть это оцифровка технологических процессов. Все остальное, чем мы занимаемся, это либо пилоты, либо наша инициатива. То есть прямо такого потока, как, вот я, знаете, опять смотрел ролики в Японии, там прямо делают лица людей, один к одному, там, можешь заказать там себе соседа, там, или соседку, принимать копию. Это, да, цифровой аватар, но, в принципе, сейчас во многих играх, например, можно, допустим, футбол или баскетбол, можно наложить свою фотографию на игрока и играть, но это только лицо. Мы же должны, ну, в тех рамках, в которых мы занимаемся, мы должны получить, ну, все, рост, мышечную массу, телосложение, комплекцию и так далее. То есть мы немножко углубились, помимо, там, не только лица. Понятно, слушайте, а чем еще занимаетесь ваша компания, кроме вот оцифровки? Какие у вас сейчас направления? Ну, собственно, мы еще разрабатываем различного рода робототехнику, ну, и антропоморфную, как вы знаете, и также сейчас пилотно делаем роботизированную ферму, то есть гидропонная ферма, на которой манипулятор, без участия также человека, выращивается, бежает, выражает. А что, а какой урожай? Что собирает? Ну, вообще, ну, пока растили горошки. И у меня вот вопросы есть к вам, смотрите, что вы думаете, ваше мнение, то есть такой вид вопрос. Как вы считаете, через два года присутствие интернета в жизни каждого из нас увеличится в три раза? Это будет так или не так? Как вы думаете? Я думаю, да. Я думаю, да. Выпустят, помимо тех гаджетов, которые у нас уже есть, это, там, собственно, сам телефон, умные часы, там, умные наушники, выпустят еще, мне кажется, очки, дополненной реальностью, которые будут подсказывать, там, управление и прочее. И, то есть, то есть, чип выпустят, все будет чипом. Ну, я не думаю, что многие согласятся на то, чтобы мы врезали чип в их тело. Я думаю, что появятся массовые очки дополненной реальности, да, и гораздо расширят возможности человека. То есть, интернет никуда не денется? Я думаю, что нет. Второе, значит, есть прогноз о том, что ряд таких профессий, как банкиры, юристы, бухгалтера, то есть, они у нас скоро отомрут. В связи с тем, что вводятся вот это нейронные сети, программное обеспечение, робототехника. Что вы думаете насчет этого? Ну, возможно, на Западе, да, но, мне кажется, в нашей стране это минимум лет через 15 только может произойти. У нас слишком, как сказать, социально ориентированное государство. Оно не позволит просто так уволить людей на улице. Значит, товарищи бухгалтера, то есть, может и расслабиться. Тем более, я все время, вот я на протяжении десятков лет слышу, что бухгалтера – это умирающая профессия. И я все хочу спросить, в каком месте? То есть, бухгалтера на расхват, они всегда востребованы. Директор сейчас вообще без бухгалтера ничего сделать не может. Поэтому успокойтесь, наша профессия, по крайней мере, в этой жизни, наверное, останется. Значит, следующий вопрос. Людей заменят на цифровые копии. И вот Греф, да, Греф Сбербанк сказал, что постепенно каждый из нас в качестве реального человека будет интересовать мир все меньше и меньше. То есть, мы все будем общаться только с виртуальными копиями своими. Ну, мне кажется, не заменят, а просто сделают именно копии. То есть, допустим, даже сейчас есть программы, которые анализируют твое общение в чатах, могут потом делать какие-то простые задачки, типа заказать билеты или отвечать на неинтересные вам письма. То есть, люди-то никуда не делаются, просто у них еще будет копия, которая будет решать за них какие-то рутинные задачи, которые самому человеку не интересны. То есть, там, утром проснулся, если ты с таким датчиком так подтянулся, и раз тебе билет на Мальдивы купили. Цифровой двойник. Если без работы. Если у него денег, то деньги есть в общей части. Ну, может, на виртуальный Мальдивы отправиться, по идее. Ну, не знаю. Можно ли будет, кстати, очень интересно, можно ли будет научиться цифрового двойника зарабатывать деньги, пока вы отдыхаете? А лучше двух или трех. Ну, мне кажется, бухгалтером работать он точно сможет. Так что все, видите, товарищи кланов-пулкалтера, вы меня все время спрашиваете, для чего я все время расскажу. Хорошая идея, сделать себе две свои копии и отдать их на аутсорс. Может, три. Может, кому-то. Дальше следующее. Соцсети заменят живое общение и личные связи. То есть, когда это произойдет? То есть, это уже как бы… Ну, да. Знаете, вспоминается кино «Москва слезам не верит», когда он и в 60-е, и в 80-е человек говорил, что скоро все заменит телевидение, не останется ни театров, ни кино, одно сплошное телевидение. Ну, как мы видим, оно так и не вытеснило. Театры и кино остались, книги тоже. То есть, в ближайшее время этого не произойдет? Мне кажется, да. Мы будем управлять техникой силами мысли. Ну, двигаемся в этот тип управления. То есть, это возможно? Да, ну, возможно. И, кстати, вот вспомнить ученого Стивена Хокинга, он же полностью обездвижен. Но хотя он не силой мысли, да, набирал тексты, а там движением глаз, но уже что-то похоже… То есть, он полностью неподвижно писал огромные книги. То есть, это уже вполне себе реальная история. Тут руками написать не можешь, а тут глазами написать. Да, гений, что с ним взять. Значит, и скоро мы будем есть искусственные продукты питания, и вряд ли сможем отличать их по вкусу от натуральных. Ну, вот была интересная история. Вот мой второй учредитель в компании, он как бизнес-ангел, он спонсирует молодежь талантливую. То есть, не за проценты там даже от компании, а просто ради интереса. И вот один из последних его проектов, он помогал почеховому институту создать биореактор. Ну, там группа была, и, значит, руководитель группы, его знакомый, он, к сожалению, слег с инсультом. И полтора года назад он приходит к нам в офис, приносит четыре котлеты. Говорит, вот одна выращенная, говорит, из пробежки стоит там в районе пяти тысяч евро, остальные обычные Мираторговские, вот пробуйте. И мы как бы все попробовали и не нашли никакого различия. Это абсолютно реальная история. И вот, по сути, выращенная это была котлета из одной клетки. Вот. То есть, ну, я вроде жив. Ничего не отвалилось, абсолютно реальная история. То есть, это уже не будущее, это уже произошло. Ну, да. Да, но тут надо сказать, что, конечно, парня, который помогал, значит, этому руководителю проекта, его забрали в Голландию быстренько. Вот. Так, значит, и напоследок, напоследок, значит, знаете, когда человеку хочется, ну, условно говоря, узнать какую-то информацию о нем, всегда я ему задаю вопрос, какие две лучшие книжки в своей жизни он прочитал? Вот я вам хочу задать вопрос, какие две лучшие книжки, значит, нужно почитать людям о двойниках людей, о создании цифровых двойников, что, вот какие, советы, фильмы, книжки? Ну, о создании цифровых двойников, навряд ли, но похожая вот история из недавнего, что я читал, мне очень понравилась. Это вот последняя книга Дэна Брауна «Происхождение», где, собственно, если не раскрывать тайны глубоко, ученый создал себе помощника своего цифрового двойника, как бы, искусственного интеллекта, и, в общем, с помощью него разгадывал два вопроса, откуда мы и куда мы движемся. И вот я вообще рекомендую всем почитать очень интересную книжку. Спасибо вам за то, что посетили наш новый балловой. Будем двигаться дальше уже. Спасибо, что были с нами, надеюсь, вам было интересно. Наша информация. Спасибо. А следующий наш прямой эфир будет посвящен современным технологиям. Опять же, это использование виртуальных очков психологии. То есть, как можно одеть виртуальные очки и, я не знаю, там, избавиться от стресса. Что еще там можно сделать с виртуальными очками? Мне рассказали, что только от стресса. Поэтому я с нетерпением жду вторника, и прямо на мне тут, я постараюсь застрессовать очень сильно, и на мне будет прямо очками меня вытаскивать из стресса. Посмотрим, что получится. Все, всем всего хорошего. До встречи.